Добрый день! Меня зовут Надежда Мещерякова, а в эфире Инсталайв для абитуриентов. Сегодня мы поговорим с представителями Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета о поступлении в этот институт. Напоминаю, что в ходе прямого эфира вы можете задавать любые интересующие вас вопросы о поступлении в нашем официальном инстаграм-аккаунте КФУ. Итак, с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Рамиль Хамитович Мерзагитов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллатукая. Здравствуйте! Здравствуйте! А также Лилия Ренатовна Мухамедзянова, заведующая кафедрой татаритаристики. Вот какое сложное слово мне попалось сегодня. И культуроведение. Здравствуйте! Здравствуйте! Что ж, предоставляю вступительное слово. Рамиль Хамитович, прошу. Спасибо! Добрый день, уважаемые абитуриенты и родители. Да, я представляю Высшую школу национальной культуры и образования имени Габдуллатукая. Наша Высшая школа – это одна из трех структурных подразделений Института феологии и межкультурной коммуникации Казанского федеративного университета. Наша Высшая школа готовит специалистов в области татарского языка и татарской литературы. Это преподаватели татарского языка и татарской литературы, журналисты, переводчики. Это преподаватели музыки, преподаватели с этого учебного года рисования, изобразительного искусства. Также с 2018 года готовим специалистов билингвальных и полилингвальных педагогических кадров по заказу Республики Татарстан по таким профилям, как математика, информатика, история, общество знания, начальное образование, дошкольное образование. Также готовим дизайнеров и специалистов, преподавателей начального образования и дошкольного образования. В нашей Высшей школе в настоящее время реализуются около 20 образовательных программ бакалавриата, около 10 программ магистратуры и несколько направлений в аспирантуре. А что касается приема в 2022 году, то планируем набирать студентов на следующее направление. По направлению подготовки кадров в области татарского языка и литературы, как и прежние годы, набираем две группы. Одну группу набираем по образовательной программе «Педагогическое образование, татарский язык, литература и русский язык». Это у нас новая программа. В прежние годы мы набирали на направление на программу «Татарский язык, литература и английский язык». Сроку обучения 5 лет, выделены всего 25 бюджетных мест. Вступительные испытания для того, чтобы вступить в это направление, поступить на это направление, это ЕГЭ по русскому языку, общество знания и внутренний экзамен по татарскому языку. Экзамен будет проходить в письменной форме, форме тестов где-то во второй половине июля. Выпускники этого профиля в основном трудоустраиваются в образовательные учреждения в качестве учителя татарского языка, татарской литературы и также русского языка. Вторую группу набираем по образовательной программе «Филология, татарский язык, литература и журналистика». Программа реализуется совместно с акционерным обществом Татмедили. Выделено также 25 бюджетных мест. Вступительные испытания «Русский язык», «Татарский язык» и на выбор абитуриента. Абитуриент может подать результаты единого государственного экзамена по одному из пересеченных дисциплин. Это либо общество знания, либо история, либо иностранный язык. Здесь уже срок обучения 4 года. Данное направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и татарской литературы, также журналистов в области работы средств массовой информации, в том числе и на телевидении, но на татарском языке. В первые 2022 году набираем студентов на направление рекламы и связь сообщений. По профилю, копирайтинг и бренд-коммуникации. Программа будет реализовываться на дневном отделении. Срок обучения 4 года. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны сдавать ЕГЭ по русскому языку, по обществу знанию и на выбор абитуриента. Либо история, либо информатика, либо иностранный язык. И завершив обучение по данной программе, выпускник может работать в рекламных фирмах, на крупных предприятиях, в типографиях, в средствах массовой информации, в качестве специалиста по рекламе, копирайтера, в качестве бренд-дизайнера, веб-дизайнера, пиар-менеджера и по другим направлениям. И, как я уже сказал, с 2018 года мы ведем подготовки полилингвальных и билингвальных педагогических кадров. В настоящее время в нашей высшей школе по этому проекту обучается более 500 студентов. А вот в этом году планируем набрать 5 групп, под вас 5 человек, на дневное отделение. Профили следующие. Математика и иностранный английский язык, вступительные испытания, русский язык, обществознание, обязательные. И на выбор абитуриента. По следующим предметам. Математика, иностранный язык, информатика, физика, биология, химия, география, история и литература. Можете выбрать одну из этих дисциплин. Второй профиль, второе направление. Начальное образование иностранный, английский язык, вступительные испытания, такие же, как в предыдущей программе. Третий профиль, третье направление. Иностранный английский язык и второй иностранный язык. В качестве второго иностранного языка мы будем давать в этом году китайский язык и турецкие языки. Вступительные испытания иностранный язык, любой иностранный язык. русский язык и общество знания. По этим направлениям мы принимали уже и в 2021 году, и в предыдущие годы. А вот что касается следующих двух программ, мы в этом году принимаем впервые. Это программа на направление музыка, иностранный английский язык. Здесь вступительные испытания русский язык, общество знания, ЕГЭ по двум этим дисциплинам. И внутренний экзамен по музыке. Музыкальный инструмент. Абитуриент должен исполнить два произведения на любом музыкальном инструменте. Второй это салфеджио. И третий это вокал. Абитуриента должен спеть два вокалных произведения. Народная песня и из классического репертуара. И пятая группа, пятое направление. Изобразительное искусство и иностранный английский язык. Здесь вступительные испытания русский язык ЕГЭ, общество знаний ЕГЭ. И тоже внутренний экзамен по основам изобразительного искусства. И по музыке, и по основам изобразительного искусства. Экзамены пройдут в гибридной форме где-то во второй половине июля. И на отделение заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 25 человек на направлении педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Начальное образование и дошкольное образование. Обучение в этих вышеназванных 6 группах, 5 на очном и 1 на заочном, осуществляется за счет средств Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами студенты, а Республика. И кроме того, студенты очного отделения получают стипендии по республиканской программе. В Республике у нас такая программа, стипендиальное обеспечение будущих преподавателей, будущих учителей школ. В размере 15 тысяч рублей в месяц. В первом семестре эту стипендию получают все студенты первого курса, а со второго семестра получают стипендию только те, которые окончили предыдущую сессию только на оценке «Отлично и хорошо». Вот в настоящее время по результатам зимней сессии у нас где-то около 80% студентов эту такую стипендию получают. Абитуриенты для того, чтобы подать документы на эти направления, заключают договора, должны заключать договора о селевом обучении с образовательными учреждениями Республики Татарстан. В котором они в дальнейшем, после окончания обучения, должны будут обязательно отработать в течение минимум 5 лет. Вот именно для этих абитуриентов, желающих поступить на эти направления по подготовке билингвальных и полилингвальных кадров, весной этого года, а именно с 21 марта по 27 марта, будет реализована профильная педагогическая смена по теме преподавания в полилингвальной образовательной среде. Эту смену мы проводим совместно с автономной некоммерческой организацией Казанской открытой университет талантов. Смена будет проходить на территории оздоровительного образовательного центра Дуслык, который находится в Дервышках. И в рамках этой смены будут разные мероприятия проходить, также конкурс и конкурс проектов, и победители которого получат 5 баллов при поступлении на эти направления. А призеры получат по 3 балла. Желающие посетить эту смену, можете позвонить по телефону 292-58-11 или на сотовый номер 8-98-72-63-71-72. Еще раз повторяю, 8-98-72-63-71-72. И более подробная информация об этой смене у нас есть на сайте. Продолжение следует... Вот в 2022 году планируем организовать прием на эти направления бакалавриата. И я передаю слово заведующей кафедре Лилии Ренатовне. Более подробно она расскажет о направлениях, о новом профиле, копирайтинг и коммуникации и о других направлениях, которые реализуются на этой кафедре. Пожалуйста, Лилия Ренатовна. Всем еще раз добрый день. Действительно у нас открывается новое направление. Это реклама и пиар, копирайтинг и бренд-коммуникация. На сегодняшний день это очень интересное и востребованное направление. И с уникальным профилем. Такого профиля практически в Татарстане нет нигде. И очень многие компании, фирмы и предприятия ждут специалистов именно такого профиля. Это очень интересная образовательная программа. Она состоит из нескольких модулей. Из обязательной части, которая, конечно же, посвящена и общественным наукам, и, так скажем, обязательным предметам рекламы, пиар. Но помимо этого вариативная часть построена таким образом, где имеется несколько модулей, которые направлены уже на развитие творческих способностей студентов. Первый модуль — это как раз-таки филологическое обеспечение, то есть непосредственно копирайтинг, спичрайтинг, ораторское мастерство, создание различных текстов, SMM копирайтинг, бизнес копирайтинг. Здесь, конечно, ребята будут учиться именно создавать грамотные, интересные, продающие, креативные медиа-тексты. Еще один блок, он, соответственно, посвящен именно созданию рекламы, технологии создания рекламы. Здесь такие дисциплины, как психология цветовосприятия, цветовидение, именно вот в рекламе, как используются различные, так скажем, технологии создания рекламы в графических редакторах, изучение графических программ. То есть именно больше идет на визуализацию рекламы. И следующий блок тоже очень актуальный, это, соответственно, непосредственно брендинг, создание брендовой продукции. То есть и здесь, конечно, охват достаточно широкий. Это и такие предметы, как ивент-мероприятие, то есть подготовка именно под ключ ивент-мероприятие, плюс к этому брендинг-территория. То есть, конечно, это очень интересное направление. Мы постарались дать охват достаточно многим таким вот интересным направлениям именно в рекламе и пиар, связанное с творчеством, непосредственно творческим развитием студентов. И эта специальность будет интересна всем ребятам, которые, например, учатся в различных школах искусства и, соответственно, владеют рисунком и не только. Также хотелось бы сказать, что здесь, конечно, это очень актуальное направление, еще потому что сейчас очень многие предприятия именно ждут специалистов в области СММ. Потому что СММ-щиков, которые могли бы работать тем более на разных языках, мы предполагаем, что мы будем готовить специалистов и на татарском языке, и они смогут создавать тексты и на английском языке, и на русском языке, само собой. Вот, и здесь, конечно, в этом отношении это будет очень интересно всем желающим. Вот, если есть какие-то вопросы, мы готовы, в принципе, ответить. Еще одно направление, также интересное, это изобразительное искусство, английский язык. Здесь тоже ребята смогут получить по направлению педагогического образования сразу две, получается, специальности. Здесь они смогут работать как учителями изобразительного языка, так и английского языка. Также возможна стажировка за рубежом. Мы сейчас как раз-таки ведем переговоры про то, для того, чтобы была возможность обменам студентам с итальянскими вузами. Вот, и, соответственно, то же самое я могу сказать и по музыке. Здесь тоже у нас, получается, два профиля. Это и музыкальное образование, и английский язык. То есть они смогут работать также педагогами не только по музыкальному образованию, и английского языка. Конечно, это будет интересно всем ребятам, которые обучаются в музыкальных школах или колледжах. Вот, единственное, хотелось бы сказать, есть немножко различия по внутренним, даже не по внутренним, по экзаменам, которые будут сдавать ребята после СПО, после колледжей. Есть, конечно, немножко там различия, потому что если школьники сдают ЕГЭ, то, соответственно, СПОшники, которые поступают после училища или после колледжа, они уже сдают экзамены. Вот, и там есть различия, там вместо общества знания, например, они могут выбирать педагогику, либо музыкальную литературу, если по направлению музыки, например, идут. Если по рекламе и пиар, там, получается, уже такого выбора нет, они издают только историю России. Вот, а если изобразительное искусство, то там тоже они издают либо общество знания, либо педагогику на выбор. То есть, вот, если как бы ребята идут к нам после творческих каких-то колледжей и училищ, нужно будет обратить на это тоже внимание. Вот, мы готовы ответить на интересующие вас вопросы. Пожалуйста, задавайте. Лилия Ренатовна, скажите, вот в продолжении темы о новом направлении рекламы своей сообщественности у меня появился лично у меня вопрос. Смотрите, такое направление, оно еще есть в Институте социально-философских наук и массовой коммуникации, да? Как бы вы выделили основное отличие вот вашего направления от такого же, ну, одноименного направления в этом институте? Ну, мне бы хотелось бы прежде всего подчеркнуть, что у нас достаточно уникальный профиль, и он у нас реализуется не случайно в Институте филологии межкультурной коммуникации, так как мы готовим специалиста, именно готового работать не просто, как говорится, рекламщиком, да, или пиарщиком, да, ну, то есть это будет человек, который еще сможет грамотно и правильно составлять тексты. Именно тексты связаны с интернет-пространством, с продажами, так скажем, вот. И, соответственно, здесь у нас это направление, оно более широко профильное, как я уже говорила, то есть у нас включены такие дисциплины творческой направленности, которые помогут будущим специалистам быть не только рекламщиком или пиарщиком, то есть по выпуску он сможет работать, можно сказать, и графическим дизайнером, то есть он сможет еще визуализировать и создавать сам рекламу, да, вот, и плюс к тому сам же еще сможет составлять вот эти вот интересные, красивые тексты продающие, и при этом будет, так скажем, хорошим пиар-менеджером. В этом отношении наше направление, оно, конечно, более такое, можно сказать, широким охватом, вот, и у нас получается более многопрофильный такой специалист выходит. Скажите, а будет ли на этом направление изучение иностранных языков? Да, конечно. У нас большое количество уделяется изучению английского языка, татарского языка, русского языка, то есть здесь вообще деловой английский язык у нас прямо отдельно выделен как бы предмет, то есть, конечно, мы предполагаем, что это специалист, который будет владеть именно различными, так скажем, языками и сможет работать как в Татарстане, так и в России и за рубежом, и сможет составлять тексты на разных языках, в этом и заключается основная, можно сказать, особенность, тем более, что у нас Институт филологии, он располагает для этого всеми ресурсами и преподавателями, высококвалифицированными именно преподавателями в этом направлении. Следующий вопрос от наших зрителей. Входит ли в программу обучения на направлении рекламы и связи с общественностью изучение русской и зарубежной литературы как у филологов? У нас есть дисциплина, связанная как раз с изучением русской литературы, но она направлена именно на изучение, так скажем, биографии писателей с точки зрения, как сказать, их жизни, творчества и их, так скажем, пиар-деятельности, можно сказать, своеобразной. То есть у нас есть дисциплины, даже если с каким-то филологическим идут уклоном, то есть они в любом случае идут по направлению как раз-таки пиар-деятельности. Я даже могу, наверное, вам сейчас назвать, какие именно дисциплины у нас. Например, литература, центричность рекламного текста, авторская идентичность и репутационная стратегия современных деятелей литературы и медиа. То есть если мы говорим о филологических дисциплинах, то они непосредственно связаны с рекламой и с пиар-деятельностью. То есть это уже не просто чистая литература, а, так скажем, уже направленная по профилю данной специальности. Многих волнует вступительное испытание по татарскому языку. Скажите, где можно найти программу, как подготовиться? У нас вступительное... Хорошо, по татарскому языку я отвечу. Хорошо. Экзамен по татарскому языку будет проходить в письменно, в формате тестов, как и в формате ЕГЭ. Этот экзамен будет проходить в гибридной форме. То есть можно прийти и сдавать этот экзамен и в наш институт, в университет Казанский федеральный. Можно будет сдавать и дистанционно. Программа вступительного испытания есть и по татарскому языку, в том числе и по изобразительному искусству, по музыке. И эти программы можно найти на сайте Казанского федерального университета. Тети. Там в разделе абитуриент есть кнопка программы вступительных испытаний. Там можно найти эти программы. И что еще хочу сказать. По внутренним нашим испытаниям и по изобразительному искусству, и по музыке, и по татарскому языку у нас будут еще проходить краткосрочные курсы в июне месяце. Такие курсы проходят и сейчас. Тоже вся эта информация на сайте есть. В какие-то не проходят эта информация по подготовке на эти экзамены. То есть курсы, которые именно направлены на подготовку вступительного испытания. Да, на подготовку сдачи внутренних испытаний. Отлично. Скажите, на каком языке ведется обучение на полилингвальном направлении? На полилингвальных программах, вот тех программах, и на отделении заочного обучения, и отделении дневного обучения у нас ведется на трех языках. Это, конечно же, на русском языке, плюс на татарском языке несколько дисциплин ведется. Также, мы думаем, на четвертых, на пятых курсах, выпускных курсах, некоторые дисциплины будем преподавать и на английском языке. Скажите, пожалуйста, как вообще обстоят дела с бюджетными местами? Есть ли они, примерно их количество? На что можно рассчитывать? Бюджетные места есть на направлении татарский язык, литература и русский язык, 25 бюджетных мест. На направлении филологии, татарский язык и журналистика тоже 25 бюджетных мест. Это что касается бюджетных мест на бакалавриат. К сожалению, в этом году у нас на направлении копирайтинг и бренд-коммуникации бюджетных мест нет. Мы набираем только на договор по этому направлению. А вот на те направления по подготовке билингвальных и полилингвальных, там тоже по 20 мест. Это, конечно, не бюджетные места, как я уже сказал, но студенты-абитуриенты не самые оплачивают, а оплачивают Республика Татарстан. Можно сказать, что это тоже приравнивается к бюджетным местам. Просто это бюджетные места не Российской Федерации, а бюджетные места Татарстана. И хотелось бы добавить еще по направлениям изобразительный искусство английский язык и музыка английский язык тоже по 25 бюджетных мест. И также у нас по билингвальным направлениям, по всем, выплачивается стипендия для, так скажем, отличников и хорошистов. Она составляет 15 тысяч рублей в месяц. Да, об этом можно сказать. Скажите, есть ли какой-то примерный проходной балл, с которым абитуриент, ну хотя бы немножко, но может рассчитывать свои силы, поступит ли он на бюджет или все-таки договор? Ну, что касается проходных баллов, это пока сказать рано про проходные баллы. Это зависит от того, как они сдадут единые государственные экзамены в этом году, 11-классники. Ну, примерно на разные направления, разные проходные баллы, например, на направление татарский язык, литература, там проходной балл где-то в среднем на один предмет где-то 70, нужно называть, чтобы пройти дальше. По другим, по направлениям где-то тоже 70-80 по полиэнгвальным направлениям. Скажите, что касается платного обучения, есть ли здесь какой-либо проходной балл и какова стоимость? По разным дисциплинам есть минимальные баллы, например, по русскому языку это 40 баллов нужно набрать абитуриент, чтобы поступить на договорное направление. По обществовознанию это 45 баллов, по другим дисциплинам, по истории, по литературе тоже где-то 40-39 баллов. Это все есть на сайте, нужно посмотреть по баллам. Для того, чтобы поступить на договорное направление, нужно набрать хотя бы вот эти баллы, минимальные баллы. Что касается оплаты за обучение, там пока приказа нет, приказ будет, наверное, в конце учебного года. Это стоимость оплаты примерно 140 тысяч рублей. Это очники, заочники 50-70 тысяч рублей, несмотря на какое направление. Рассмотрим отдельно заочное обучение. Расскажите, в каких направлениях оно есть и как оно вообще осуществляется? В Институте феологии и межкультурной коммуникации в этом году наборно-заочное направление будет по нескольким программам. Например, по направлению педагогическое образование русский язык и литература. Другое направление педагогическое образование английский язык. Но эти программы реализуются в других высших школах нашего института, нашего университета. А что касается нашей высшей школы, у нас на отделении заочного обучения в этом году запланировано набор группы на направление педагогическое образование, начальное образование и дошкольное образование. Это двухпрофильное направление. Мы готовим и преподавателей начальных классов, и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Там всего 25 мест. Более конкретно можете посмотреть на сайте, тоже информация на эти направления. У нас вот единственное направление на АЗО в этом году. Следующий вопрос. Как будет осуществляться прием абитуриентов на базе СПО? Указано, что прием осуществляется по результатам ЕГЭ. Значит ли это, что для этого нужно записаться на сдачу экзамена? Внутренние экзамены, которые проводит Ваш университет, имеют равносильную сложность? Абитуриенты, которые приходят к нам после окончания, после выпуска из СПО, они могут прийти так с едиными государственными экзаменами, если у них есть эти результаты ЕГЭ. Но они могут поступить на те или иные направления, сдав внутренние экзамены по всем направлениям, по всем предметам. У нас внутренние экзамены предусмотрены тоже в программе. Скажите, а именно для выпускников колледжей для них существует заочное отделение? Да, да, вот как раз то направление, которое мы набираем в этом году, начальное образование, дошкольное образование, мы туда набираем только выпускников педколледжей. Это в основном Казань, Арск, Тетюши, Нижнекамск, Мензеринское, педколледж. Только для них. Скажите, а предусмотрена ли какая-то практика для студентов? Если да, то где она проходит? Конечно же, практика предусмотрена. Все практики проходят у нас, если направление педагогическое образование, практику проходят в школах, в образовательных учреждениях, в детских садах. По направлениям татарский язык, литература и журналистика наши студенты проходят практику в газетах, журналах, издательствах и на телевидении. А дни открытых дверей, они существуют и когда они в ближайшем времени, возможно, будут? Дни открытых дверей проходят ежемесячно и в формате онлайн, и в формате оффлайн. У нас вот 31 января был день открытых дверей в нашем университете, в оффлайн формате. В оффлайн формате следующий день открытых дверей будет во время весенних каникул. Точную дату я уже не помню, в конце марта информация будет. Следующий вопрос. Какой минимальный балл на вступительных испытаниях по музыке? По музыке минимальный балл 40 баллов. Вопрос, который поступил к нам недавно, достаточно интересный. Есть ли какие-то курсы для школьников? Да, курсы есть. В принципе, есть. Вообще у нас есть такое мероприятие, которое называется PR Star. Вот он как день открытых дверей проводится. У нас даже, получается, день открытых дверей проходит чаще, даже два раза в месяц. По направлению PR Star у нас проходят интересные мероприятия. И, в принципе, мы планируем сейчас запустить курсы, которые помогали бы ребятам подготовиться к экзаменам. Насколько я знаю, уже по русскому языку есть бесплатные курсы, да, подготовки? Да, бесплатные курсы по русскому языку, по татарскому языку. По татарскому языку. И, соответственно, мы запустим еще сейчас бесплатные курсы для подготовки к творческому экзамену по рисунку и по музыке также. Поэтому, если есть, как бы, желающие, ребята могут оставлять заявки, и мы, соответственно... Заявки оставляют где? Можно оставить на, получается, написать, можно, наверное, в личные сообщения в группах у нас в ВКонтакте, по-моему, да, есть группа ВКонтакте, да. И, соответственно, там уже мы можем всех желающих записать на эти курсы. Для того, чтобы записаться на эти курсы, у нас есть информация на сайте, посмотрите на сайте, там можно записаться. В общем, главное, внимательно изучать сайт Казанского Федерального Университета, там мы найдем все ответы. Да, да. Что ж, спасибо вам огромное за беседу, на этом наши вопросы сегодня закончены. А я напоминаю, что в эфире был Инсталайв для абитуриентов, я Надежда Мещерякова, а в гостях у нас сегодня были представители Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!